Ну и мы, конечно, продолжаем знакомить болельщиков с нашими олимпийцами. Прямо сейчас вашему вниманию самая опытная белорусская участница Олимпиады в Пекине Мария Шканова. Горные лыжи. Игры в Китае для нее станут уже четвертыми в карьере. Новая серия проекта «Игры по-пекински». Альпы. Родина горнолыжного спорта. Само название этого вида на большинстве языках означает «альпийские лыжи». А первый чемпионат мира принимал Мюррен – горная деревня в Швейцарии в 1931 году. А спустя пять лет горные лыжи были включены в программу олимпийских игр. Интересно, что это один из немногих видов спорта, когда соревноваться за медали «Игры четырехлетия» начали сразу и мужчины, и женщины. До Беларуси горнолыжный спорт добрался значительно позже, и большой импульс в развитии, по сути, получил лишь в начале 21 века. Хотя спортсмены были, конечно, и до этого. Горнолыжный спорт в Беларуси зародился в начале 60-х годов. И была создана первая трасса по горнолыжному спорту. Это самое начало наших склонов. Спорткомплекс «Раубичи». Впоследствии уже были созданы такие горнолыжные центры, как Силичи, Логойск, Солнечная долина. Один из самых зрелищных и в то же время травмоопасных видов в программе «Белых игр». В соревнованиях по супергиганту можно увидеть запредельные скорости. Они достигают порядка 150 км в час. Протяженность трассы около 3 км. Смелость обязательно, решительность. И самое главное – это уверенность, уверенность в себе. Когда ребенок поднимается на ту самую горку, конечно, сразу видно по нему, как он себя перебаривает. Если человек с детства решительный, смелый, как обычно у нас говорят, если у него пуля в голове, то ни почем ничего. Но это очень трудно, это надо с раннего детства. Мы постоянно на большой скорости находимся и в то же время рискуем. И да, у нас действительно, можно сказать, мы с пулей в голове. Мы не чувствуем этой скорости, когда мы едем по трассе. Оно как-то уже привычно, наверное. Иногда бывает, когда мерят скорость и потом говорят тебе, что ты там ехал 90 км в час, и ты сам удивляешься. Длина трассы в Слаломе около 500 метров. Примерно через каждые 10 метров дистанции устанавливают ворота шириной от 3 до 4 метров. Спортсмены обязаны проехать через все ворота. За пропуск ворот или пересечение их одной лыжей атлеты снимаются с соревнований. Дистанцию участники преодолевают в среднем менее чем за 2 минуты. К слову, перепад высот между стартом и финишем составляет около 150 метров. Средняя скорость лыжников в этой дисциплине достигает 40 км в час. Но из-за близко расставленных ворот сходы с дистанцией неотъемлемая часть соревнований. А преимущество получит тот, кто будет стартовать в первых рядах. После прохождения каждого спортсмена дается след на трассе, трасса может разбиться. Конечно, идеально это первый номер. И все всегда хотят получить первый номер. Пекине Шканова будет единственной представительницей Белоруссии в горных лыжах. Кстати, в Слаломе она в общем зачете Кубка мира располагается на 43-й позиции, что достаточно высоко. В текущем сезоне она показала лучший результат в карьере, став 20-й на этапе в австрийском Шладминге. А в конце января дважды выиграла международные соревнования в Италии. Январь получается хорошим, форма моя поднимается. Я надеюсь, что к Олимпиаде мы подойдем в оптимальную, в самую оптимальную форму. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы был прогресс. Но у меня есть индивидуальные обязательства, которые я постараюсь выполнить. И я думаю, что это вполне реально. Мы спланируем таким образом, чтобы именно пик формы был подвезен к Олимпийским играм. Поэтому она сейчас находится в оптимальной форме. Поэтому, как говорится, держите кулачки. Все должно получиться. На трех предыдущих Олимпиадах спортсменка неизменно улучшала свои показатели в Слаломе. 38 место в Ванкувере, 29 в Сочи и вот 28 строчка в Пхенчхане. Для справки оказаться в топ-30 у горнолыжников это уже большой успех. Как раз сегодня Мария Шканова прибыла в Пекин и у нее будет время для того, чтобы опробовать местную трассу. На горнолыжном склоне здесь будет точно жарко. Помечаем даты. 7 февраля Шканова стартует на своей 4-й Олимпиаде гигантским Слаломом. А 9-го спустя 2 дня ее коронная дисциплина – Слалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова